всем привет сегодня поговорим во что я верю и про вегетарианство но начнем с первого скажу сразу я верю во все крупные мировые религии потому что на практике своей жизни своих клиентов все убедился что все это работает что все это существует все эти высшие силы просто не имеют скажем так разное воплощение они имеют разные виды энергетики это как понимаете зодиакальный круг вот он вроде бы иди но в нем есть там 12 знаков зодиака и каждый из них несет свои определенные энергии нельзя сказать что вот это правильный знак а вот это неправильно вот он не нужен его мы вычеркиваем все нужны также как и религии и все играют свои определенные роли для определенных наций для определенных мест для общей истории и они работают если вы соблюдаете несколько базовых права первое право уважайте эгрегора то есть уважайте другие религии сейчас называется веротерпимость да это очень правильно на самом деле подход потому что эгрегоры могут отреагировать жестко на неуважение к себе вот зачем вам скажем так лишние неприятности на второе если вы что-то хотите всегда должны сначала подумать что вы можете дать ну например вот яркий пример из практики буквально последних недель клиентка мне на консультации рассказывает что-то у нее пришло ощущение что для того чтобы реализовать свою мечту а мечта это собственный дом они квартира и надо прочитать определенный акафист в течение там 20 дней то есть такой сложный православный текст в течение часа читается это прям каждый день такая проработка еще сатурна 20 дней читала и вот в конце и приходит ощущение что мало надо еще раз по 20 надо продолжить вот тогда получится учеб правильно живет прислушивать собственном ощущении мечтает еще 20 дней то есть в общем 40 и вот моменту консультации она приезжает в собственный дом таких историй очень много там есть клиентки которые не могли родить на обращение там поездка в святыню вот или обращение к определенным иконам если грима христианство и давало результат есть люди которые вот такие же истории рассказал про ведическую до историю когда они там делать всевозможные пуджи там всякие праная мы вот там и там подобные вещи там активно там чем-то таким занимаются и это дает им свой результат я знаю истории связан скандинавским грегором который тоже давали там результаты и так далее все это работает но всегда по принципу ты даешь энергию тебе дает то есть это не игра в одни ворота очень все просто на самом деле третье правило вот оно сложно для понимания это соответствие определенному грегору здесь очень уже начинают такие сложности мы что это значит посмотрите и всякие места силы вот или там святыня здесь какая-то определенная энергетика на которой чувствуют люди и вот для большинства ну или для определенных людей там будет круто там они наполнятся не прямо почувствует себя как-то очень так живо вот ну и так далее а есть люди которые то же самое место в то же самое время посещают потом в лёжку лежат я тоже знаю такие случаи почему так происходит у нас каждого свои энергетика есть некая такая чистота и бывает так что мы не совпадаем с местом с каким мы с ним резонируем или с каким-то эгрегором скажем так нам от него не очень хорошо не то что у нас не наполняет а наоборот у нас каком смысле там травмирует поэтому всегда важно прислушиваться насколько это ваше и не ваша и второе насколько это положительно влияет на вашу жизнь может забывается такое что люди такие религиозные фанатики и взаимодействие даже с каким-то определенным игр игром вот то есть их жизнь катится вниз но им кажется что надо наоборот здесь еще добавить и тогда будет еще лучше этом в конце приведу пример который мне как мне кажется очень яркий для такой истории вот то есть чувствуете насколько вот это именно ваша сколько вам близок ислам или там христианство или индуизм там вода или там еще какие-то шаманские практики и так далее еще надо знать что иногда некоторые грегоры они с друг другом резонируют например ведические грегор не очень дружит скандинавским то есть плохо заниматься йогой и рунами одновременно это такую может дать очень жесткий диссонанс вот ну и там подобные вещи там много на самом деле таких правил и вообще вот здесь когда мы говорим о правилах есть еще одно правило правило канона то есть когда взаимодействие каким-то грегором вы должны играть по его правилам то есть заходя в храм там да про сам например женщина там должна укутать голову если мы там берем кимбали там обязательно такую юбку и мужчинам и женщинам подпоясаться надо вот и так далее то есть у каждого грегор есть много своих прав если например мы говорим о вегетарианстве для меня это вот канон определенных и грегоров и если вы взаимодействуете с ним очень активно вы от него чего-то так хотите и тому да и так далее он прямо во что конечно же стоит да стоит придерживаться такой истории но я не могу сказать что это абсолютно универсально да вот например тоже вегетарианство но я уже приводил как-то пример своих видео что например для скандинавского эгрегора сидр или пиво на йоль и мясо это сакральные продукты вообще то что надо есть в эти дни а для ведического это всегда но не очень какая-то блин хорошая история него ты например возьму христианство там первое чудо иисуса которым сделал воду превратил вино когор вы используется в причастие вино и так далее сакральный для христианства напиток вот ну и так далее то есть надо понимать что в каждом эгрегоре есть свои правила например да вот снова таки на ведическом есть серьезные ограничения по питанию а в скандинавском не столько важно сколько ты что-то скажем так ешь и пьешь сколько то с кем ты спишь и у кого от кого у тебя будут дети может это и грегор очень сильно тяготеет к теме такой кровной чистоты понимаете то есть там если ты в этой теме и ты например скандинав и решил связаться с какой-нибудь цыганочкой это плохая идея грегор не поддержит и например в зороастризме там сражайший запрет на взаимодействие с мертвой плотью людей если ты в зороастризме решил стать патолога она там это очень плохая идея и так далее то есть надо знать этот канон то есть надо уважать надо углубляться и в с этим соответственно работать и смотреть твое не твое но снова ты вегетарианцы вот у меня знакомый одногруппник рассказал такую историю сам вегетарианцам но начались некие проблемы со здоровьем но он не очень сначала польши вегетарианцев он приходит к врачу и тут на него смотрят он еще ничего не успел рассказать говорит ты наверное вегетарианец он говорит да откуда вы знаете говорит ну вот по цвету кожи по глазам а сейчас много у вас такая-то проблема у всех 1 ну и так далее то есть не всегда не всегда вы можете совпасть скажем так снова таки с этим каноном это очень важно прочувствовать вот такую историю но ты снова такой яркий пример но прежде вот как вообще понять ваши не ваши иногда вас могут пригласить пригласить в какой-то канон вот тогда скорее всего это ваше но например клиентка снова из недавнего рассказывает что снится и сон что она видит иконы там не помню канадской божьей матери вот ну все увидел 1 ладно и потом были в этот день или на следующий она идет это в челябинске там есть то ли театр только кинозал пушкина и там почему-то вот каким-то странным образом он узнает что на этом месте был храм казанской божьей матери она были и вот она везде начинает его преследовать это некое приглашение от эгрегора ему лучше поддаться потому что скорее всего здесь внутренний какой-то запрос вот его через этот эгрегор например через икону канадской божьей матери посещение такого храма если вы снова таки дадите что-то эгрегор он поможет вам например да вот меня сейчас очень активно зазывают самарканд вот вселенной очень активный в первый раз столкнулся с таким прям напором вот и считается что вот эта работа по приглашению как называют профессионал это хорошо это как минимум гарантия безопасности скорее всего там возможно некие плюшки но всегда помните на есть обмен его то есть здесь такая вот как раз история про человека из ну если самарканда то где-то оттуда рядом из Узбекистана есть такое ведические острова кроме black вот я сниму одну передачу там на канале домашний нас там смортировали я решил ну посмотреть а что это вообще за человек такую там макарас учета комедийная знаменитая личность и я когда смотрю с ним интервью у меня волосы начали шевелиться короче они и так то не лежат а тут я был в шоке потому что знаете человек рассказывать следующие вещи что вот он вегетарианец вот все там вегетарианцы это правильно в поедении это вот неправильно вот но даже когда ты вегетарианц должен быть аккуратимо что вокруг пестициды все отравлено даже вот в продуктах геноманифицировано все надо в самое дорогое все самое правильное брать конечно же нужно жить в правильных логических местах типа канада вот он живет там реально хорошая экология там новую зеландию катался там везде короче по миру дальше он рассказывал но вообще мне там биографии что он и знает оверведу короче им инструктор по йоге короче каждый день медитирует в общем идеа вот на теку современный такой идеал и баллы рассказывает говорит ну вот у меня брак был вот я лечился короче думаю тоже идеал как же так у тебя получил вам еще больше вот то есть он после рака подумал что недостаточно недостаточно вегетарианец надо быть сыроедом понимаете сыроедение больше медитировать больше туда короче и сейчас у него диагностировали второй рак и сразу четвертой степени есть очень большие шансы что она останется или без зрения или вообще скоро умрет какая-то клиника от него уже отказалась знаете вот даже после первого раза можно было бы призадуматься может быть что-то не так может быть вот этот подход который канонически для ведической культуры для тебя конкретно не очень хорошая история ты же из Узбекистана самца поф манты вот твоя еда родненький породу понимаешь накачаться правильным энергозом для себя но не понимаете я как бы с пока смотрел думан абсолютно гороскоп от него по-любому проблемы с планеты нептун там явно или квадратура или оппозиция потому что не может быть такой религиозный фанатизм на ровном месте я смотрю там точно оппозиция нептун сатурн то есть на самом деле человек религиозный фанатик который кстати горячий ну как и все религиозные фанатики не любят другие грегоры потому что он рассказывал что западная астрология это говно вообще мы ведические парни там про бога они там все они зак там вообще них вообще ничего не работает короче говноеды какие-то а вот я понимаете там вот и вот почему-то неожиданно да не уважаем там другие грегоры всем не меняя вот там вот имеют очень плоскую такое ощущение мира у него почему-то рак четвертой степени при идеальном образе жизни просто идеального это как я с видео про александра редькина снимал который тоже был для многих образцом но умер ровно на на одном месте грубо говоря может а простые законы понимаете если во вселенной там нельзя рисковать на свой день рождения он не выполнил вот с вами black очень похожие истории вот он там видео задается вопросом почему же это со мной там что я делал не так я там вот так вот могу написать что он делать не так потому что он не принимает мир он не принимает другие игры он считается что бог ошибся понимаете кирню сотворил только в едические парни красавцы и девушки а все остальные вот так вот понимаете это не про вселенскую любовь когда ты вообще вот мы это про эго понимаете и про то что ты не принимаешь этот мир вот поэтому помните об этом что вот фанатизм это очень опасная штука игры игры еще могут засасывать но это такая отдельная история но она вот про засасывание от ведические снова с ним очень так все понятно сначала человек обычно приходит на йогу он начинает взаимодействовать с играми энергии энергетика и грего понимаете а потом вот если он долго ходит на йогу у него возникает эта мысль как правило надо наверное отказаться от мяса и появляются люди в окружении которые тоже не едят мясо да вот соратники уже все оказывается мясо и вот дальше засасывает вот эта история еще больше туда в эгрего тут надо понять такую историю что идет некая борьба эгрегора всегда есть некая конкуренция и вот поэтому я верю во всех но не фанатизм фактически ни одного да я не могу сказать что прям это вот прям моя религия вот это прям нет потому что они все имеют место быть они все правильно еще раз подчеркну но при взаимном уважении друг другу вот такое мое отношение к религии и вегетарианство но так вот всем счастливо надеюсь мое видео понравилось вам говорят на поле боя сошлись султан боязид и тимур тамерлан и на знамени тамерлана был изображен три пересекающихся круга эту эмблему вы видели на эмблеме рерихов это прошлое настоящее будущее соединенные воедино и султан боязид воскликнул как смел ты эмир полагать что тебе принадлежит прошлое настоящее будущее что ты держишь руках само время кто-то вообще присвоил себе луну ответил тимур тамерлан сострил в ответ у него вообще было прекрасное чувство юмора всем известна история как однажды к нему привели великого поэта хафиза хафиз был дервишем он был нищим бородился читал стихи любил женщин но женщины требовали денег и однажды хафиз познакомился с красавицей в городе шерас и это спрашивает у тебя деньги то есть за мои услуги это понимаешь денег у меня как раз нет а хочешь я тебе стихи сочинил он говорит давай никто мне стихов еще не посвящал и он разразился стихами о красавица шераса и самаркан ты бухару за родинку твою одну отдать готов я история умалчивает что у хафиза было с этой женщиной но известно что стихи достигли ушей грозного тимура таберлана он велел схватить хафиза и бросить перед своим троном и вскричал как смел ты нищий бродяга два моих самых красивых города на украшение которых я потратил всю свою жизнь отдать за родинку этой потаскухи и хафиз ответил у владыка вот из-за такой моей щедрости я и живу в такой нищете тамерлан расхохотался снял свой дорогой парчевый халат надел на плечи поэта и вытолкал его вон